Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. Стала известна дата следующего боя Энтони Ярда. Ярд будет боксировать 19 ноября на вечере бокса в Телфорте, Великобритания. Имя соперника не сообщается. Ярд последнее сражение провел в декабре 2021 года. Тогда он нокаутировал Линдона Артура. Стали известны точные даты места приедения боя Айдоса Ербасунуле с Давидом Орелом. По информации боксрек, поединок состоится 5 ноября в Миннеаполисе. Бой станет главным событием вечера бокса на телеканале Showtime. Эрл Спенс утверждает, что все же сразится с Терренсом Кроуфордом в следующем бою. Дерьмо будет следующим. Это все, что вам нужно знать. Британский супер-тяжеловес Даниэль Дюбуа следующий бой пройдет против Лукаса Брауна. Пока не известно, где и когда состоится бой. Однако британский боксерский совет по контролю отказался санкционировать бой. 43-летний Браун сообщил, что совет по контролю не будет санкционировать бой, потому что он слишком стар для Дюбуа. Шакур Стивенсен с уверенностью заявил, что Василий Ломаченко откажется от поединка с ним. В конце концов, Ломаченко хочет получить пояса. Его мысли на самом деле не сосороточены на мне, так что вы не можете винить меня, если он не захочет драться со мной прямо сейчас и пойдет по пути Дэвина Хэйни. Вероятно, так поступить будет разумным шагом для него. Поединок между Крисом Юблингом-ладшим и Конором Беном, который в эту субботу должен возгладить вечер бокса в Лондоне, точно не состоится. Вчера стало известно, что Бен сдал положительный допинг-тест. В его организме нашли запрещенный препарат кломифен. После этого, британский боксерский совет по контролю выпустил официальное заявление о том, что запрещает проведение этого поединка. Тем не менее, промоутеры боксеров Эдди Хирн и Каллия Заурленд до последнего надеялись устроить бой. Компания Хирна Матчрумбоксинг пыталась обжаловать решение британского боксерского совета по контролю в юридической плоскости, но это не принесло результатов. В итоге теперь организаторам придется официально отменить бой. В данный момент неизвестно, какой будет судьба остальных поединков Карда. Канат Ислам прошел процедуру завешивания перед следующим боем. В преддверии поединка с Хавьером Мансиелем Ислам уложился в рамки средневесовой категории. Поединок состоится утром 8 октября в План Сити. Прямая трансляция начнется в 7.00 по астанинскому времени. Мексиканские СМИ прокомментировали потенциальный бой между Саулем Альваресом и Женебеком Алимхануле. Алимхануле хочет не больше не меньше отомстить Заголовкина. Более то, он заявил, что бой с Канело станет для него легкой работой. Это кажется невероятным, но это правда. Получается, что еще один казах решил помучить Канело. Причем многие говорят, что этот казах лучше, чем Трипл Жи и более способный, и что он действительно может победить Канело. Женебек уверен, что ему удастся сделать то, что не смог сделать Головкин, нокаутирует мексиканца. Похоже, это новый кошмар для Канело. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok